Всем привет, мальчишки и девчонки! С вами Мэйхэм, и это у нас восьмая серия прохождения техномагической сборочки Энигматика 2 на версии Майнкрафт 1.12.2, версия Эксперт. В прошлой серии мы сделали с вами Tool Forge, который поможет нам сделать охрененный меч, который поможет срубать головы лучше. Для того, чтобы понять, из какого металла его нужно делать, в идеале нам нужно изготовить книжку. Она вроде бы даже давалась за какие-то квесты и все остальное, но где ее сейчас искать, я, если честно, понятия не имею, поэтому гораздо проще будет ее скрафтить. Называется она, по-моему, материалы и выма... Вот она, Materials and You. Да, все верно. Поэтому мы сейчас изготовим книжечку, Blank Pattern мы возьмем вот отсюда, их тут и так слишком дофига. И я думаю, вообще у нас должно все пойти замечательно. Нам даже книжку изготавливать не надо. Это прям охрененно. На, еще раз, Materials... Да, вот здесь, вот здесь нужно писать. Materials and You. Materials... Вот она. Есть, есть, щелк, щелк. В данной книге, что очень примечательно, есть огромное количество информации, то есть о всех материалах, которые могут использоваться, о предметах, которые можно создавать. Пользоваться ей очень просто. То есть мы выбираем, например, предмет, который нам нужен. В данном случае нам нужен... А как он называется? Так, блин, а как ты называешься, дружище? Он называется Кливер. Кливер. Вот сюда заходим, то есть и нам здесь показывается, из каких предметов нам его лучше делать. И самое главное, что здесь уже показывается, что какие модификации могут быть на нем. То есть показывается, что у него огромный урон, но при этом он очень медленный. Он двуручный, поэтому ничего в руке второй держать нельзя, типа счета и так далее. И также у него есть бихединг, который нас и устраивает. Вот, помимо этого, здесь есть модифайерс, так называемые, которые помогают и увеличивают вариант. Здесь можно поставить, например, переплавку автоматическую на кирку, или удачу, или скорость, или еще какие-то варианты. Или, например, вот в ширину и высоту можно что-то сделать. Но нас интересует бихединг, в частности. Вот, то есть мы берем и смотрим. Чтобы наложить бихединг, нам нужен обсидиан и эндерперл. И по сути-то все вообще круто получается. Поэтому я сейчас подготовлю за кадром по-быстренькому все необходимые элементы. Подготовлю непосредственно сам крафт. И уже сделаем меч и начнем его улучшать. После этого мы отправляемся в ад и постараемся набить как можно больше голов визор-скелетов. И также наша задача сегодня выбить хотя бы один Drop of Evil. Он же, не знаю, там, зерно зла или как-то так он называется. Хотя, знаете что? Я тут так подумал, и я вам прям покажу, как это все делается. Потому что, ну, я не думаю, что все прям знают это все. Все, наша задача, то есть смотрим, нам в книжке нужно взять инструменты, кливер и посмотреть, что здесь нужно. Здесь получается нам нужен широкое лезвие, одна пластина, а и две широкие, да, вот она, тоненькая рукоятка, а нам нужны широкие рукоятки. Заходим в Stancing Table, он же, по-моему, называется как типа станция шаблонов или что-то в этом роде. И поехали, берем один Large Blade, дальше нам нужен тот хэндл большой сюда, и вот это вот у нас уже есть. Дальше, чтобы нам с вами можно было сделать что-то, а в частности нам нужно это все выливать, ну, в идеале, конечно, да. То есть, как минимум, смотрим, у нас как минимум три элемента здесь будут выливаться. Это, скорее всего, Manulin, кстати. Вот, но, по сути, мы можем из всего чего угодно сделать. То есть, мы заходим в Материалы, и здесь у нас показываются все материалы, которые у нас присутствуют. И мы можем посмотреть, например, тот же самый Кобальт. Если мы смотрим сюда, и вот оно меняется здесь, да, Оголовье, в частности, что оно нам будет давать. То есть, здесь могут быть какой-то урон, какой-то, опять же, модификатор непосредственно самого материала. А здесь у нас есть... Позабавимся! Позабавимся! Это показалось, черт возьми, ладно, окей, не страшно. Еще разочек, да, то есть, здесь показывается Durability, это ваша прочность. Mining Level используется для кирок топоров здесь, да, в частности. Mining Speed, это скорость копания. А так, нам, по сути, с вами нужно будет такие показатели, как Durability и Attack. Так, по сути, все, больше нам ничего не нужно. Естественно, из всего вот этого мне больше нравится атака из Манюлина, потому что она 8.72 урона дает. Это как бы до хрена. Когда речь заходит об Extra, здесь нам нужно смотреть на Durability. То есть, обязательно смотрим, чтобы она была плюсовая, потому что есть, например, 50 Durability. А есть, если я не ошибаюсь, то, по-моему, у нас бумага дает отрицательную Durability. Нет, тоже. В общем, здесь есть в некоторых моментах, что она может давать вплоть до отрицательной Durability. Когда речь заходит о рукоятке, Modifier, это в процентном соотношении. То есть, грубо говоря, если у нас 100 Durability, мы добавляем сюда бронзовый handle, да, то есть, бронзовую рукоять, то мы получаем Durability 1.1, то есть, плюс 100 у нас будет. Если Durability, например, 0.95, то оно, наоборот, уменьшится. Вот, поэтому обязательно смотрите, каким образом это все делается. Это очень важный момент, который очень часто люди опускают, и при этом, ну, собственно, ничего такого хорошего из этого не бывает. Вот. Мне нужно будет много манюлина, и, скорее всего, я сейчас пойду Ardit в покупайку, потому что вряд ли, вряд ли оно сейчас мне все это сделает. Кстати, у меня где-то здесь были, был мой дробитель, дробитель, дробитель где-то у меня здесь. Опять же, да, вот он, дробитель из модификации Nuclear Craft, потому что он тупо дробит побольше, точнее, побыстрее. Вот, поэтому загоняем его вот сюда, подключаем его энергии сюда. Нет, какой-то Hardened. Блин, окей, сейчас мы тогда здесь возьмем, закинем сюда, FluxDuct. FluxDuct, вот он Hardened, нам нужен всего один. Блин, берем, ставим сюда. Вот, все, мы получили нашу заряженную эту. И, пожалуйста, давай ты будешь дробить его, да? Да, 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 не, нормально. Я думаю, кстати, хватит. Но я не уверен, что хватит. Кобальта у меня не так много на самом деле, да? Блин, ну, такое себе. Не знаю, не знаю, посмотрим. Итак, загоняем сюда, сюда. Вот, пускай делается. Тем временем мы будем выливать. Вот эта штука у меня уже есть, поэтому я вам покажу на Large Blade и на тот хендле, да? То есть, типа, на широкой рукояти. Каким образом делаются отливки? Мы берем, здесь заходим, кладем сюда наш паттерн. Дальше берем, например, каблу. И этой каблой, кстати, 8. То есть, мы также можем посмотреть, сколько металла нам нужно будет на отливку одной вещи. Делаем каменную и делаем также каменную рукоять. Дальше. Идем сюда. Здесь закидываем на каждую, на каждую вот эту, как она называется, господи, типа рукоять и все остальное. Нам нужно будет по 2, 2 слитка золота. Можно мне, пожалуйста, что-нибудь из Тинкерса. Это Тинкерс. Его здесь нет. Серьезно? Серьезно? А серит брики у нас есть? А нет, вот она, вот она, вот она, вот она штука. Я просто еще не делал автокрафтовую тематику, поэтому я такой, типа, расслабленный. Да, 6. У нас всего 6, поэтому сейчас я вам покажу на примере тот хендла. Вот, и дальше уже пойду на покопайку ватт немножечко, накопаю кобальта и всего остального, и уже тогда покажу, как все выливается в остальном. Хотя смысл один и тот же. Берем наше золото и... А, блин, я неправильно поставил эту шляпу. Блин. Так, сейчас, возможно, я все потеряю. Ну да ладно. Сюда, сюда. Меняем местами. Это ставим сюда. Это ставим сюда. Тем самым вот эти два опять же меняем местами. Это ставим сюда. А это мы засовываем сюда. И, естественно, вот это нужно тоже передвинуть сюда. И... Нет, почему... Откуда стил? Подожди, в смысле... А, нет, стон, все верно, все верно. Да, к сожалению, я все потерял, но ничего страшного. Четыре... Четыре, точнее, шесть кусочков манулина. Это не так много. Вот. Я сейчас это все быстренько накоплю. Ну, ничего страшного. Я просто, ну, что-то я забыл, что оно по бокам, вот эти вот крайние, они не являются частью. В 1.16 оно, по-моему, кстати, является. Поэтому, ну, такое дело бывает, скажем так. Итак, дожидаемся. Есть золото. Выливаем сюда золото. И сейчас наш слиток, точнее, наш тот хэндл каменный исчезнет, и вместо него останется слиток. Все. То есть нам больше ничего не нужно. Также мы берем наш меч, кладем сюда и выливаем оставшийся слиток. То есть всегда на отливочную форму вам нужно будет 2 слитка. Вот. Поэтому, в принципе, здесь все довольно легко и просто. Кстати, у меня здесь также лежали все остальные. Где они тут у меня лежали? А лежали они у меня, хрен-те знает где. Ладно, сейчас в любом случае я поставлю какой-нибудь туда ящик. Вот, перетараканю все туда. А, нет, вот они, вот они, вот они, все нормально. И в любом случае я возьму какой-нибудь ящик, поставлю, чтобы мне потом не бегать. Потому что если я сейчас этого не сделаю, я не сделаю это никогда. Но я думаю, вы понимаете. Когда ты человек ленивый, вот, это все дело такое. Вот, эти все три вещи мы будем делать из манюлина и одну мы будем делать, скорее всего, из деревяшки. Все, я пошел на покопайку в ад. И уже увидимся, когда я накопаю непосредственно нормальное количество кобальта и ордита. Нормально так вышел. У меня тут орда овец тусуется. Нет, братан, дай куртку поносить по-братски. А, нет, не дал жмот. Блин, овечки. А можно не лагать сборки, да? Спасибо. Я набрал плюс-минус нормальное количество. Сейчас я его быстренько передроблю. И у меня появилась очень интересная мысль о том, как можно сделать так, чтобы больше, в принципе, не нуждаться никогда ни в кобальте, ни в ордите. А также получить довольно неплохую прибавку к, как называется он, к торию и так далее. То есть у нас здесь все-таки есть экс-нихила, который может передробить, точнее, в дробленном нызераке. Вот, через дробленный нызерак он может получать с золотой сеткой, золото это фигня, вот ордит, кобальт, бор, литий, магнетит, магнезит, магнезиум, магнезию, скорее всего, да, и ториум, которые, собственно, используются в модификации нуклеар крафт. И это, между прочим, уже очень и очень хорошо. Вот, поэтому я, в принципе, думаю, что будет очень неплохо, если я сейчас сделаю небольшую систему по переработке нызерака, потому что, в принципе, я его набрал себе 1600. Вот, и прям, думаю, будет все шикарно. Итак, пока это все, пока я там буду всем этим заниматься, закидываем 24 того, 24 того, тык-тык. Блин, не хватило чуть, ну ладно, потом да закинем. Вот, и идем, но для этого мне нужен, мне нужен, мне нужен, мне нужен, мне нужен, мне нужен крейт из вот сюда. Нет, это 100 пудов чем-то заполненный, поэтому вот сюда. Мне нужен из extra utilities item нода, и мне нужно некоторое количество проводов. Вот, конечно, вряд ли он уже переплавился. Ой, так, ордит есть, еще дозакинули, все, пускай оно переплавляется, там, сейчас оно будет смешиваться и все вот это вот делать. А пока что мы со спокойной душой сможем сделать небольшую переработочку. Так, что мне нужно, как мне это подвести, потому что у меня здесь все забито просто, просто в хламину забито. А сделаем мы это вот так. Это убираем, это убираем. Отсюда часть, ладно, пусть будет, окей, это мы тоже убираем. Сюда, правильно поставил, правильно поставил, сюда ставим вот это, трансфер ноду, и сюда проводим, ага, понятно, ключик, 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 отключить, отключить. Все, чтобы оно не закидывало мне то, что не нужно туда-сюда. Вот, подключили. Замечательно, это больше не работает, это все уходит туда. Да, теперь мы просто со спокойной душой, единственное, что сейчас мы для удобства вот это все скинем сюда, открываем, забираем по максимуму и закидываем это сюда. Дальше, а, все, да, то есть я все полторы тысячи сюда запихнул. Все, шикарно. Теперь он будет закидывать мне, здесь будет дробить Незерак. Как только закончит перерабатываться гравий, оно все пойдет туда. Поскольку здесь у меня в сите стоит алмазная, как она называется, алмазная сетка. Вот, алмазная сетка, то, в принципе, у нас должен быть неплохой себе прирост всего этого. Вот, ну и как только, как только оно закончит, блин, ладно, потом оно закончит, и я уже пойду и сделаю себе все как надо. Вот, тем временем, я думаю, там уже все смешалось давным-давно, и поэтому мы можем начать отливочку. Да, да, два блока. Поехали. Нам нужен тот хэндл один из манюлина. Есть. Сюда кладем, выливаем лезвие из манюлина. И также выливаем вот эту хрень из манюлина. Главное, чтобы у меня теперь эндерперл хватило на все это, потому что с обсидианом проблем нет, а вот с эндерперлами могут быть. Идем сюда, открываем кливер, закидываем сюда, сюда, сюда и сюда. Все, мы получаем кливер, дюрабилити 1336, 18 атаки. Понятное дело, что атаки можно разогнать намного больше, но мне-то, в принципе, оно нужно только ради пары вещей эндерперлы. Две штуки у меня есть, но, по-моему, там нужен как раз-таки всего, ну, бихейдинг только максимально второй. И берем обсидианочка. Идем опять же сюда, закидываем наш меч, закидываем сюда и сюда. Получаем бихейдинг третьего уровня. Щелк и попробуем. Ну, по-моему, бихейдинга четвертого уровня нет. Нет, есть бихейдинг четвертого уровня. Все, шикарно. Есть. Данные инструменты, скажем так, данное оружие из модификации Тинкерс Констракт, оно прокачиваемое. Вот, то есть, оно, его можно прокачать. То есть, чем больше мы сейчас будем убивать наших зомбиков, точнее, ну, вообще монстров, тем больше оно будет прокачиваться, получая опыт за каждое убийство. Тем самым мы можем прокачать, например, как вот у меня есть моя кирка, которая уже героического уровня. Вот. И я, кстати, смотрю, она там еще может прокачаться. Нифига себе. Надо бы как-нибудь заняться прокачкой. Прям до конца посмотреть максималочку. Вот. То есть, тем самым моментом мы можем спокойно с вами потом докинуть еще каждый модификатор за каждый полученный уровень. Две головы. В принципе, бихейдинга четвертого, как я понимаю, за глаза хватит. О, 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 пацаны, погнали. Погнали. Так, теперь дай 6 голов. Вообще шикарно. Теперь дайте мне дропов ивл, и я уйду отсюда с миром. Честное слово. Смотри, у нас наш меч улучшился, есть один модификатор. Соответственно, мы можем на него накинуть либо еще один бихейдинг, либо, например, как он называется, кварц. И тем самым добавим на него типа зачарования острота. Вот. И больше урона. Либо, например, типа скорости можно добавить на него. Короче, вариантов довольно много. Окей. Пацаны, секунду. Все, спаунрейт расчистили. Пошли искать визоров. Мне нужен всего лишь дропов ивл. Всего лишь один дропов ивл. Пожалуйста. Кстати, есть один лайфхак. Не знаю, насколько хорошо он работает в этой версии. В 1.16.5 он работает прям офигенно. Мы уменьшаем рендер дистанц до прям минималки. Вот. Тем самым мы не сможем видеть далеко. И по идее, по идее, должен спаунрейт стать типа нормальным. Да. Они вон из темноты стреляют. То есть им на это начихать. Окей. Не работает. Братух. Здорово. 10 голов. Я, конечно, понимаю, что для лучшего эффекта сюда нужно лутинг навесить. Но, блин. Мне голо... О, 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 о. Какие хорош... Ля, какие молодцы. Сразу втроем. Давай, давай, давай. Придурка, кусок. Второго. Спасибо. Где, 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 где? Опа. Сюда. Оба. Давай. Хорош. Умничка. Да. Есть дропов ивл. Все. Шикарно. Так, ну, пойдем еще немножко. Я еще немножко поформлю головы здесь. Ну, а, в принципе, мы с тобой увидимся уже, когда я... Ой, 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 ой. Эй, когда пойду на базу. Там, короче, началась какая-то нереальная вечеринка ифритов. Их было слишком много, поэтому я ушел оттуда. Итак, в конечном итоге у меня 2 дропов ивл, 22 головы скелетов. Первое, что нам нужно сделать, это сделать карточку визера, чтобы больше туда не ходить вообще никогда. И нам, получается, нужен дип, моб. Вот карточка. Сюда. Все у меня хватает? Нет, у меня, как обычно, не хватает только одного. Сюда, сюда, так, и мне нужно 4 штуки, пусть будет. Окей. Сюда, сюда. А, я мог так сделать. Чу. Блин, зачем? Надо было делать с ног. Сюда. Делаем карточку. Я потом в закадрю как-нибудь схожу и поформлю визеров, чтобы потом сделать себе, скажем так, автоферму визеров. Ну, а в данный момент в любом случае, да, то есть у нас есть меч, ну, как сказать, отрубатель голов, который может уничтожать. Я, кстати, не помню, можно в 12.2 зачаривать вещи из Тинкерса или нет. Но если можно будет затяривать, это будет вообще просто какая-то нереальная дисбалансная байда. Ну вот, поэтому, ну, собственно, дело такое. В то время у нас есть еще какие-то вещи для Ice and Fire, но я не думаю, что они нам вообще пригодятся. Ну, такое себе. Ну, есть даст какой-то. Ладно, 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 ладно. Все, в следующей серии, значит, мы делаем формилку. Раз у нас есть Drop of Evil, у него очень охрененно есть механика. И в объединении Drop of Evil, то есть Extra Utilities плюс Industrial Foregoing, можно сделать просто охренительно огромную и качественную формилку, на которой будет такое количество мобов, что там просто жесть будет. Вот, поэтому не пропускай следующую серию. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал, пиши комментарии. И увидимся с тобой потом. Пока-пока.